7,4 балла. Именно такую магнитуду присвоили землетрясению, произошедшему в ночь на понедельник на юго-востоке Турции. Автошоки начались спустя 11 минут после основного толчка, их мощность практически не отличается. 6,7 баллов оценивают сильнейшие из них. По последним данным, разрушено более 1700 домов, жертв свыше 200. Сейчас под завалами спасатели все еще ищут выживших. По словам президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, Министерство внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинции и все другие ведомства быстро начали работу. С утра турецкие станции показывали 74, а вот американская станция написала, что 7,8 баллов. Это очень большое, сильное землетрясение. Если по величине посмотреть, то за последние полтора года где-то это самое мощное землетрясение в мире вообще. Потому что такие землетрясения бывает довольно редко. Вплоть даже вот до центра Сирии даже есть разрушение. Там нефтеперерабатывающий завод там разрушение есть, даже в Алеппо есть разрушение. А это довольно далеко на самом деле. Несмотря на то, что Турция не относится к сейсмически активным зонам, ее территория разделена на мощные расколы. Именно их столкновения являются причиной таких землетрясений. Предотвратить их невозможно. Вся территория страны рейнирована по сейсмичности. В настоящий момент самыми небезопасными районами Турции признают западный и восточный. Наиболее спокойные территории центральные. Почему возникает землетрясение? Плита, вся земля, земная кора до астроносферы, она расколота на плиты большие. В данном случае на территории Турции действует аравийская плита. Сталкивается с евроазиатской плитой. Вся территория Турции разделена на эти мощные разломы. Вот, наверное, центральная часть более-менее такая, значит, не совсем активная, да, вот где вот Анталия, вот эти вот места, да, они, но тем не менее, там тоже могут быть землетрясения. Отметим, что Татарстан также не является исключением. Тенденции, которые могут привести республику к подобному происшествию, уже зафиксированы. Один из крупнейших опасных регионов – Камский. Казанцы сдвигаются на северо-восток со скоростью 3,5 сантиметра в год. Подобные землетрясения уже были зафиксированы. Одно из них на юго-востоке в районе Альметьевска. Евгения Евдокимова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универньюз.